Для каждого студента конкурс «Студенческая весна» – это особое событие, ведь здесь можно проявить всю свою творческую натуру. Не секрет, что на занятиях это трудно сделать танцы, песни, стихи и прочее. Несмотря на то, что конкурс проходит 1 апреля, темы выступлений очень даже серьезные. Вот, например, студентки медицинского техникума исполнили и танец, и стих, посвященный Дню Победы. Мы тренировались упорно, конечно, было тяжело, много промахов было, но мы думаем, что у нас очень хорошо получилось. Ура, слава богу, мы это сделали, мы смогли, мы самые лучшие. Для этих девушек такой конкурс в новинку, ведь они сейчас только на первом курсе. Но почему же все-таки тематика военных лет? Безусловно, это годовщина, 70-летие Победы. Хотим, да и вообще в событиях нынешних в стране, в мире, хотелось бы еще раз напомнить нашим студентам, как важно чтить память героев Великой Отечественной войны. Вот уж действительно, конкурс «Суденческая весна» – это не просто художественная самодеятельность. Каждый год здесь раскрываются новые таланты, а кто-то даже находит свою половинку. У нас программа лирическая, с элементами юмора, но самая фишка, что она основана на реальных событиях. Действительно, после той студт-весны наш ведущий познакомился с девушкой из другого учебного заведения, и у них сейчас любовь. Как позже нам рассказали сами участники номера, он у них состоит из нескольких частей. В этой сценке и любовь показали, и танцы, и даже битбоксеры были. Наша цель вообще показывает, что это мероприятие объединяет людей, и на фоне этого случая мы и показываем. А вот смотрите, почему ты решила принять участие в «Суденческой весне», что тебя здесь привлекает? Ну, вообще все. Мне нравится сцена, мне нравится вообще обстановка. Я комфортно себя чувствую на сцене. Мне нравится, мне самой приятно выступать. 1 апреля состоялся отборочный тур студенческого творчества, а гала-концерт пройдет 16 апреля также в ДК «Прикамье». Сегодня, 1 апреля, стартовал конкурс «Студенческая весна-2015». И несмотря на то, что 1 апреля считается днем смеха, студенты показали, что могут быть вполне серьезными. Евгения Константинова, Сергей Зебзеев, телекомпания «Сольтовая». Продолжение следует...